Когда королева приехала в этот город, она была поражена теми дикими нравами, которые царили здесь, ну и дала соответствующее название. Лапинранта переводится как берег лесного жителя. Даже герб города Лапинранта это лесной декарь с дубинкой. Когда мы с вами будем возвращаться, то при подъезде к финской границе герб города Лапинранта изображен, поэтому можно посмотреть. Ну вот уже в 1721 году для охраны шведской границы в Лапинранте был размещен военный гарнизон и начато строительство крепостных сооружений. Но недостроенная крепость была захвачена русскими солдатами в сражении 23 августа 1743 года и отошла к России по тюркскому мирному договору. Ну а самой главной достопримечательностью города Лапинранта является древняя крепость Линайдус. Если кто-то захочет прогуляться к этой крепости, пожалуйста, от нашей остановки 15 минут приблизительно, если вы пойдете прогулочным шагом. Вообще город Лапинранта очень маленький город, весь город можно обойти по кругу за 2 часа. То есть все находится в шаговой доступности. Этот город очень удобен тем, что все магазины находятся 2-3 минуты друг от друга. То есть все находится, в принципе, на одной улице, на одной торговой улице. Естественно, что вот призма, там 7 минут надо пройти, но это, наверное, самое большое расстояние от магазина до магазина. Поэтому, если кто-то к крепости хочет, пожалуйста, вы можете пройти. Когда пойдете к крепости, то увидите памятник Нерпи. Водится она в Саминском озере, занесена в Красную книгу. Каупакату 26 – это дом-музей Волкопа, который приехал в Ярославской губернию. Сначала он был садовником, затем уже стал зажиточным купцом, а впоследствии стал меценатом города Лапинранта. В доме Павловича XIX века, ну вот, как правило, музеи в Генлянде в осенний и зимний период для нас не работают. То есть открываются они крайне редко, только вот, либо какой-то выходной день, либо какой-то праздничный день, то есть открываются. Ну а так, как правило, закрыты и только работают весной и летом. Далее, если вы пройдете вперед, уже увидите вход в крепость. Прид входом в крепость с левой стороны располагается необычный памятник, это памятник дереву. По преданию, когда открыли выборские ворота, это вот на лужах крови был кусок дерева, в 1743 году было принято решение создать такой необычный памятник. На территории крепости очень много интересных вещей, такие как кафе у майорши. Хозяйкой этого кафе была жена майора, и в честь нее оно было названо. Кафе достаточно интересное, интересные блюда, то есть вот они сохранились, не блюда, а именно рецепты этого кафе сохранились с XIX века. То есть можно зайти, попробовать всевозможные пироги, кофе, и также из кафе вы можете попасть в сувенирную лавку, где приобрести магнитики и сувениры. На противоположной стороне музей Южной Карелии музей кавалерии располагается, и также на территории крепости располагается самый старинный православный храм в Финляндии. Это церковь покрова Пресвятой Богородицы, построен русскими солдатами в 1785 году. Но самыми главными прихожанами этого храма являются...